всем привет друзья вы на канале про блокчейн с вами максим и вячеслав сегодня у нас в гостях второй раз уже карл привет карл переходим на английский и начинаем расскажи нам как у тебя дела чего интересного происходит в жизни привет у меня все хорошо очень приятно снова оказаться на вашем канале и это уже во второй раз в первый раз было круто так что да я рад снова быть здесь сейчас я в швеции но живу я в дубае делаю каждый день видео на youtube и мне нравится это делать такие дела очень люблю делать видео и вы ребят скорее всего тоже потому что выпускаете контент постоянно отличная работа так держать спасибо карл мы попросили тебя прийти к нам на канал потому что мы знаем что ты торгуешь биткоином каждый день ты с головой погружен в это все мы хотели бы узнать твое мнение что будет с биткоином полетит ли он на луну будет ли цена на него расти все выше и выше что ты думаешь когда нам крипто трейдерам криптоходлерам зафиксировать свою прибыль как определить тот самый момент когда мы должны фиксировать нашу прибыль это главный вопрос всей нашей аудитории когда же это делать сейчас цена на биткоин изменяется просто невероятно просто взрывается последние несколько месяцев тенденция может продолжиться но мы должны понимать что рано или поздно начнется коррекция ничто не может расти вечность сначала цена поднимается затем происходит коррекция затем снова растет и снова коррекция если посмотреть на предыдущие медвежьи и бычьи рынки то можно увидеть что даже во время крупного бычьего рынка биткоин иногда опускается на 50 процентов во время коррекции так что такое точно может произойти с ним очень скоро но я думаю нам нужно быть осторожными биткоин выглядит побычи но бдительности терять не стоит кстати у меня есть несколько шортов открыл сегодня удачно поймал думаю начал на 23700 там открыл шорт и цена сегодня изменилась да клево прям кружок юного трейдера да неплохо окей карл расскажи о своих лучших трейдах за последние несколько недель какие из них были самыми прибыльными был один трейд тогда я купил эфириум задешево это было в последний раз когда цена на эфириум была очень низкая я поменял биткоин на эфириум тогда ситуация развивалась очень благоприятно с тех пор конечно эфириум снова ушел вниз но для краткосрочного периода этот трейд с эфириумом думаю это было месяца два назад получился весьма хорошим многие мои подписчики стартанули со мной и мне очень приятно когда люди получают прибыль следуя моим трейдом таки я что думаешь насчет долгосрочной перспективы цена на эфириум увеличится что думаешь о технологии в целом ну и пока что все а потом поговорим про палька дот я думаю эфириум может вырасти до пяти тысяч или до десяти тысяч долларов сложно предугадать где и когда это случится но я думаю что эфириум будет бычим в будущем биткоин вот на чем я сейчас сосредоточен я больше уверен в том что биткоин будет расти нежели эфириум окей слова что ты показываешь хотел задать вопрос про grayscale bitcoin траст что ты думаешь об этих ребятах из grayscale они уже все купили по моему биткоин эфириум да точно все я думаю чем больше таких учреждений покупают биткоин и другие криптовалюты тем быстрее цена взрывается сейчас все больше учреждений миллиардеров присоединяются к нам и понятно к чему это ведет предложение биткойна ограничены зафиксированы миллиардеры приходят и покупают его поэтому цена поднимается все очевидно просто и следующий вопрос для тебя какая будет максимальная цена биткоина в 2021 году что думаешь насчет модели сток-то-флоу если посмотреть на нее то можно сказать что летом мы увидим взрыв биткоина какой же будет максимум мне кажется 200 тысяч долларов за биткоин думаю мне не нужно продавать мой биткоин прямо сейчас да да конечно нет биткоин сейчас все еще дешевый дешевый а какая у тебя стратегия как ты делаешь ты торгуешь все с биткоином как я понимаю если ты получаешь прибыль в эфириуме то ты фиксируешь ее в биткоине или ты фиксируешь ее в стейблкоинах нет конечно все в биткоине а если допустим тебе нужно расплатиться где-то в жизни купить что-то для дома или допустим на перелет потратить также в биткоине нет конечно я продаю биткоин если это понадобится я собственно почему такой вопрос задаю у нас в россии все больше думают в стейблкоинах нежели в биткоинах по большей части и мы в основном все считаем со стейблкоинами цену биткоина к стейблкоином цену эфириума но возможно это не так уж и хорошо итак здесь у нас график с моделью сток-то-флоу до лайфчарт сток-то-флоу и сейчас он довольно неплохо справляется с прогнозами цены биткоина используешь ли ты этот график или не очень да он очень точный и я думаю что сток-то-флоу и в будущем будет предсказывать правильно что значит что биткоин уйдет скорее всего к цене в 288 тысяч в следующем году судя по этой модели и я также думаю что это возможно да вот посмотри 100 тысяч долларов просто с ума сойти и это только в апреле 2021 окей карл еще один вопрос для тебя как ты думаешь когда мы увидим следующую коррекцию биткоина крупную коррекцию когда биткоин упадет и все хомяки закричат что криптовалюты это скамы что вся система мертва ты имеешь в виду медвежий рынок или что да когда мы увидим медвежий рынок думаю начнется в 2022 22 окей начнется сразу после бычьего года до начнется в 2022 и до 2023 очень интересно потому что я на самом деле думаю что медвежий рынок начнется гораздо раньше возможно где-то в середине 2021 года на возможно уже к концу этого года но это только мои мысли никто не знает как делать правильно я не понимаю когда мне фиксировать мою прибыль потому что у меня есть биткоин с 2017 2018 и я не знаю что с ним делать сейчас просто огромная дилемма в моей голове и еще один вопрос по поводу стейбл коинов не используешь ли ты стейбл коины или используешь просто юизе я использую ее из детей для того чтобы платить моим работникам и для того чтобы также получать платежи просто потому что он легкий все очень просто с ним я пробовал платить людям с помощью биткоина но и из детей несмотря на то что я его не люблю он просто удобнее не какое-то время он таким и останется но думаю в течение десяти или пяти лет мы увидим что нибудь на порядок проще использующие bitcoin что-то вспомогательное когда биткоин перестанет быть таким волатильным но пока что все очевидно будут использовать стейбл коины что ты думаешь по поводу того чтобы распределять свои средства по нескольким стейбл коином например в три штуки да и и здесь и и из детей для уменьшения рисков потому что и из детей сейчас лидер не обеспечен он сейчас на 20 миллиардов долларов а у манера и и здесь и всего лишь три миллиарда а в чем вопрос вопрос в том что лучше многие люди говорят что и из детей это слишком рискованны что ты думаешь по поводу того чтобы распределять свои средства по разным стейбл коином например что-то в да и что-то в и здесь и а я что-то в и из детей ну знаешь децентрализация это хорошо а если мы что-то можем децентрализовать значит это просто отлично в целом я вообще не доверяю из детей отлично спасибо за то что ответил на наши вопросы а также спасибо всем кто смотрел это видео надеюсь вы нажмете на лайк и подпишитесь на канал карла канал называется карл from the moon у него есть два канала английский канал и русский канал где он переводит весь контент который он делает на русский это очень интересно мы сами подписаны на его канал и при том на оба канала все-таки на английском канале контент выходит раньше лично я смотрю твой контент на английском я особо не смотрю на русском потому что мне нужно быстрее узнать все о криптовалютах и также я думаю что когда я смотрю все на английском то мой личный скил английского также улучшается но это только мое мнение большое спасибо карл за то что уделил нам свое время надеюсь мы совсем скоро увидим тебя на нашем канале нам нравится когда ты каждый раз приходишь на наш канал это просто отличный контент думаю в следующий раз переместимся на разные графики на bitcoin или что-то еще интересное может покажешь да могу показать пару невероятных паттернов да будет круто отлично спасибо тебе большое пока пока ребят пока пока спасибо